добрый день приветствую все кто нас слушает и буду отвечать на ваши вопросы сначала отвечу на группу вопросов которые похожи по смыслу и касаются общих осложнений химиотерапии например после химиотерапии у человека начинаются разные осложнения как их предотвратить должна сказать что это слишком общий вопрос и каждая химиотерапия каждый человек индивидуален вкус и химиотерапии разные и осложнения могут быть различные для предотвращения разных осложнений существуют разные способы наиболее частое осложнение это тошнота которая возникает во время химиотерапии или признаки интоксикации которые предотвращаются приемом определенных препаратов которые назначаются врачи против отошнотых это как правило оситрон эндоситрон и разные аналоги этого препарата вводится проводится инфузионная терапия капаются растворы для уменьшения интоксикации есть осложнения которые предотвратить невозможно например это аллопеция или потеря волос надо только знать о том что это осложнение обратимое после того как лечение будет завершено волосы вырастут и будут ничуть не хуже чем до начала лечения а также могут быть осложнения которые объясняются токсичным действием химиотерапии на разные органы и системы на сердце на печень на легкие на нервную систему зависят опять таки от состава от препаратов которые пациент при получает как правило эти осложнения известны необходимо разговаривать с врачами задавать им вопросы о том какое какие осложнения могут быть именно у вашего лечения и как их предотвратить как правило существуют препараты которые позволяют предотвратить нейротоксичность эта токсичность на нервные окончания и центральную нервную систему чаще всего предотвращаются приемом препаратов витаминов группы b или альфа-липоевой кислоты и если же кардиальная токсичность лучше проконсультироваться с кардиологом и выбрать какой-то препарат который бы подошел именно к вам начало лечения например один из вопросов начало лечения лимфомы что мне необходимо знать о побочных эффектах от химиотерапии и бывают ли они очень тяжелые и затяжные во времени должна сказать что также зависит от вида лимфомы осложнения побочные эффекты и от того лечения как которое проводится чаще всего лечение лимфомы не является интенсивным или очень сильно по своему действию по своим побочным проявлениям чаще всего это тошнота или аллопеция как я уже говорила или какие-то токсические действия на печень во время лечения у вас будут проводиться вам будут проводиться заборы крови для определения того как работает печень почки внутренние органы и в зависимости от этих от анализов от результатов анализов будут предприниматься какие-либо действия бывают затяжные во времени побочные явления если такое явление развивается то как правило курсы период между курсами химиотерапии удлиняется или в дальнейшем проводится коррекция доз препаратов которые вы получаете как избавиться от побочных эффектов химиотерапии еще один подобный вопрос который является очень общим и его можно подразделить на то зависит от того какие же именно какая именно химиотерапия проводится и какие побочные явления эффекты развиваются еще раз остановлюсь на тошноте которые являются самым частым осложнением химиотерапии и купируются приемом противотошнотных препаратов если курс проведен а тошнота сохраняется вы дома будете принимать дальше такие препараты как эситрон эндоситрон и их аналоги в дозе 8 миллиграмм 3-4 раза в день если же тошнота продолжает сохраняться необходимо провести дополнительное обследование снова скажу о том что необходимо набирать кровь на биохимический анализ для того чтобы определить как работают внутренние органы или же провести гастроскопию чтобы посмотреть нет ли осложнений на желудок не развились ли эрозии или язвы в желудке и наболеет мейломой и задает вопрос по утрам пью воду с соком лимона и щепоткой соды не вредно ли это организм для организма скажу что ничего вредного в этом нету единственное что мне кажется что сода и сок лимона нейтрализуют друг друга до того как вы выпиваете этот раствор но пить воду соком лимона по утрам полезно потому что такой напиток обладает общим желчегонным эффектом и будет стимулировать работу вашего желудочно-кишечного тракта таким образом будет лучше работать и печень желчный пузырь и поджелудочная железа достаточно полезный такой напиток с утра во время следующий вопрос во время химиотерапии появилась проблема с почками как помочь себе говоря отвечая на этот вопрос надо понимать конечно какая именно проблема с почками появилась в чем она проявляется может быть в почках песок или камни а может быть они плохо работают может быть опять таки в биохимическом анализа крови повысились показатели которые отражают работу почек если такое произошло то конечно самостоятельно не надо бороться с этой проблемой необходимо за помощью обратиться к врачу который называется нефролог и который лучше расскажет вам о том какие препараты могут вам помочь если же говорить в общем о легкое нарушение функции почек то во время химиотерапии необходимо пить побольше жидкости три литра воды в день не меньше для того чтобы уменьшить интоксикацию и снизить нагрузку на организм следующий вопрос порекомендуйте как справляться с проблемами слизистой в том числе стоматитом после химиотерапии должна сказать что чаще всего стоматит после химиотерапии развивается тогда когда снижаются лейкоциты это белые кровяные тельца которые отвечают за борьбу с инфекциями и тогда наше слизистая подвержена травме бактериальными агентами в частности грибками это чаще всего стоматит обусловлено развитием кандидозной инфекции и такое состояние если он обусловлено низкими лейкоцитами лечится когда лейкоциты повышаются необходимо вводить препараты которые повышают лейкоциты они называются колонии стимулирующие факторы и назначаются и также назначаются противогрибковые препараты это препарат флуканозол в различной дозе доза зависит от степени выраженности стоматита следующий вопрос связан с первым некоторым в некотором вроде как повысить уровень лейкоцитов после химиотерапии должна сказать что для повышения уровня лейкоцитов существуют опять-таки специальные препараты называются колонии стимулирующие факторы доза препарата зависит от веса пациента и рассчитывает эту дозу врач препараты есть разные курсы химиотерапии и зачастую после курса химиотерапии колонии стимулирующие факторы должны вводиться пациенту планово для того чтобы не допустить снижение уровня лейкоцитов если же такое произошло то необходимо связаться с вашим врачом который назначал вам химиотерапию и уточнить у него какое количество этих уколов еще вам необходимо получить а какие продукты повышают уровень лейкоцитов после химиотерапии между курсами химиотерапии должна указаны считается что может быть отвар овса может повышать уровень лейкоцитов но в действительности действия химиотерапии настолько выражены что просто пищевых продуктов или каких-то отваров недостаточно отвар овса полезен для организма он обладает обволакивающим успокаивающим действием на желудочно-кишечный тракт и совершенно полезен каждому кто находится на лечении или же уже закончил лечение для восстановления желудочно-кишечного тракта но к сожалению пищевыми продуктами или витаминами просто уровень лейкоцитов не повысишь опять-таки возвращаясь сказанному выше существуют определенные препараты колонии стимулирующие факторы не надо ничего придумывать надо принимать то что опробовано во всем мире применяется и и у нас и за рубежом и доказано действие этих препаратов для повышения уровня лейкоцитов следующий вопрос что может случиться с организмом если уровень лейкоцитов крови упал лейкоциты это белые кровяные тельца которые отвечают за сопротивляемость инфекции если уровень лейкоцитов низкий то могут развиться инфекционные осложнения терапии в частности это может быть как какие-то локальные инфекции в виде небольших фурункулов там гненечков на теле или стоматита на слизистых на ротовой полости или может быть какая-то более серьезная инфекция в виде воспаления легких или какие-то воспаления мягких тканей парапрактик например может разбиться и цистит и воспаление почек поэтому достаточно важно следить за уровнем лейкоцитов и не допускать того чтобы они существенно снижались это необходимо чтобы не было осложнений чтобы можно было пройти лечение по плану в полном объеме и не подвергать организму грозе инфекционных осложнений следующий вопрос мышечная слабость осталась после химиотерапевтического лечения что делать говоря о мышечной слабости если она является именно осложнением химиотерапии то можно рассмотреть несколько вариантов почему она развилась и почему она осталась это может быть мышечная слабость может обусловлено и чаще всего обусловлено токсическим действием химиотерапии на нервные окончания необходимо обратиться к невропатологу проконсультироваться как правило назначаются препараты витамины группы b и альфа-липоевая кислота но также мышечная слабость необходимо смотреть за анализами крови общим анализом крови может быть снижен гемоглобин тогда будет мышечная слабость еще рекомендую сдать кровь на уровень ферритина ферритин это белок который отражает запасы железа в организме железо необходимо для работы наших мышц если уровень железа низок будет низок уровень ферритина и тогда мышечная слабость обусловлена тем что мышцам не хватает строительного материала железа для того чтобы сокращаться необходимо будет попринимать препараты железа следующий вопрос заметила что во время химиотерапии пропал аппетит это временное явление или нет снижение аппетита на химиотерапии достаточно частое явление его не надо бояться значит организму в этот момент и не надо столько питательных веществ как здоровому организму снижен аппетит через силу себя не надо заставлять кушать но также надо следить о том чтобы не отказаться от еды полностью потому что организму необходимы питательные вещества для того чтобы бороться с заболеванием восстанавливаться после химиотерапии должна быть какая-то определенная мера если вы едите меньше если у вас есть желание кушать какие-то продукты а каких-то не употреблять пожалуйста вы можете идти навстречу прислушиваться к своему организму но не доводить данную ситуацию до крайности не должно быть такой ситуации когда вы полностью не едите однозначно такое явление обратимо со временем химиотерапия закончится и ваш аппетит восстановится следующий вопрос каких случаях устанавливается порт система и как ухаживать за портом порт система устанавливается для того чтобы проводить химиотерапию когда мы знаем что курсов химиотерапии не один или если пациенту необходимо круглосуточная химиотерапия в течение нескольких дней или же мы знаем что химиотерапия которую мы планируем будет токсично для сосудистой системы для вен пациентов очень часто химия достаточно часто химиотерапия приводит к тому что уплотняются вены даже если лекарства нет там нет никаких нарушений введения препаратов и лекарства не выходят за венозную систему все равно к сожалению вены воспаляются уплотняются через какое-то время возникают сложности с тем чтобы вводить химиепрепараты или любые другие препараты пациенту венозный порт устанавливается под кожу определенной системой трубочек он связан с венозной системой центральной венозной системы и пациенту нет необходимости ставить периферические катетеры травмировать периферические вены и лекарство попадает сразу в достаточно широкий веноз в широкую вену для лекарства не травмирует венозную стенку таким образом осложнение химиотерапии на сосудистую систему уменьшается это очень удобное приспособление для введения препаратов которые сильно выручают пациентов во время лечения ухаживать за портом когда лечение закончат когда лечение проводится за портом ухаживают медсестры периодически меняется иголка в порт системе а собственно между химиотерапиями между курсами химиотерапии венозная порт система не требует особого ухода потому что она промыта во время лечения во время курса химиотерапии и там Там те 2-3 недели, что проходят между капельницами, нет необходимости что-то делать специально с порт-системой. Когда же вы закончили лечение, венозная порт-система может находиться в организме еще несколько лет, иногда даже до 5 лет. Необходимо промывать порт каждые 3 месяца и согласовывать с врачом, есть ли еще необходимость в том, чтобы порт-система находилась в организме, или можно ее удалить. Как правило, порт-система удаляют через 2 года после окончания лечения, потому что риск рецидива в больше возвращения заболевания, больше в первые 2 года. Чем больше времени прошло от окончания лечения, тем меньше, ниже риск рецидива и тем меньше необходимость нахождения венозной порт-системы в организме. Следующий вопрос, ведет ли выпадение волос во время терапии в дальнейшем к облысению? Очень переживаю. Однозначно скажу, что вот именно этот момент не стоит ваших нервов и ваших переживаний. Волосы вырастут, когда лечение закончится, волосы вырастут. Более того, эти волосы вырастут более густые, чем они у вас есть. Еще и вьющиеся, если у вас прямые, а если у вас вьются, то волосы будут кучерявые-кучерявые. Какое-то время потом они вернутся к своему первоначальному состоянию. Единственное, что могу сказать, что в возрасте после 45 лет волосы чаще всего вырастают уже седыми. Но это такой косметический дефект, который в наше время легко устраняется. Следующий вопрос, можно ли вакцинироваться перед началом лечения? Ведь есть же риск, и когда нужно вакцинироваться от ковид до начала лечения или после вхождения в ремиссию. Должна сказать, что риска вакцинации не несет в себе риска для пациента. Это не больше, чем для любых других людей, у которых может быть аллергия на вакцину или какая-то другая реакция. Однозначно вакцинация не будет стимулировать развитие заболевания и не будет мешать лечению. Во всем мире пациенты с онкозаболеваниями являются кандидатами номер один для проведения вакцинации. Их вакцинируют в первую очередь и очень часто даже не начинают лечение, пока не проведена вакцинация. Потому что потом, во время химиотерапии или какой-то другой терапии, гормональной, иммунотерапии, уровень иммунного ответа на вакцину будет ниже. И эффективность вакцины снижается. Поэтому настоятельно рекомендую, если есть возможность, то проводить вакцинацию до начала лечения. Должна акцентировать, что по приказу Минздрава нет противопоказаний к вакцинации и во время проведения лечения. Пациента можно вакцинировать на любом этапе проведения терапии. Однозначно, когда ремиссия достигнута, конечно, можно вакцинироваться и нужно вакцинироваться для того, чтобы не подвергать вашу жизнь угрозе заболевания ковид-инфекцией. Следующий вопрос. Если во время лечения обнаружена ковид-инфекция и нужно лечить ее, то прием препаратов по основному заболеванию отменяется? Должна сказать, что данный вопрос обсуждается коллегами и нашими, украинскими гематологами, онкологами, также и онкологами за рубежом. В какой момент надо ли прекращать лечение? Зависит ли прекращение лечения во время ковид-инфекции от степени выраженности ковид-инфекции? Если инфекция протекает в легкой степени, может быть, можно проводить лечение, а может быть, нельзя. К сожалению, опыт наш лечения пациентов в период пандемии ковида еще не очень длительен. Мы видим, что это всего год-два, это не срок для получения каких-то статистически достоверных результатов и наблюдений за тем, как именно надо вести себя пациенту с ковид-инфекцией. В любом случае, вы должны связаться с вашим онкологом и гематологом и обсудить с ним ваше лечение, если у вас выявлен позитивный анализ на ковид. Я думаю, что ответ будет зависеть от того, какую именно терапию вы получаете и насколько выражены симптомы ковид-инфекции. Если пациент нуждается в стационарном лечении ковид-инфекции, как правило, терапия, химиотерапия или гормональная терапия приостанавливается на то время, которое пациент находится в стационаре и возобновляется потом после выписки и попадания домой. Следующий вопрос. Какая возможная вероятность рецидива после проведения лечения? Статистика. Очень общий вопрос, который не ответишь на него однозначно, потому что ответ зависит от того, какое заболевание лечь. Проводилось лечение какого заболевания. Если мы говорим о лимфомах, то даже лимфомы очень разнородная группа заболеваний и их много видов от хронических лимфом до агрессивных или лимфома Ходжкина. Если говорить, например, про лимфомы Ходжкина, это потенциально излечимое заболевание. Большинство пациентов, которые страдают этим заболеванием, вылечиваются путем проведения химиотерапии и потом часто еще лучевой терапии. Если же мы говорим про неходжкинские лимфомы, их можно разделить принципиально на две большие группы. Так называемые вялотекущие, индолентные заболевания лимфомы или же еще они являются хроническими. Это лимфомы, которые не протекают агрессивно, симптоматика нарастает постепенно и эти лимфомы даже не лечат с самого начала, как только установлен диагноз. Их наблюдают и для лечения есть определенные показания. Они не вылечиваются, но они подлечиваются до того состояния, когда проявлений лимфомы нету и человек может жить обычной жизнью. Или же есть агрессивные лимфомы, они также потенциально излечимы, как и лимфома Ходжкина. Излечимость зависит от стадии заболевания, от группы риска и от проводимого лечения. Но эти заболевания лимфомы, то опять-таки зависят от того, это Т-клеточные лимфомы, Б-клеточные лимфомы и какая разновидность лимфомы. Однако должна сказать, что в любом случае лимфопролиферативные заболевания лимфомы это болезни, которые хорошо отвечают на терапию. Они могут излечиваться, могут подлечиваться. В любом случае пациент может вернуться к своей обычной жизни и жить без заболевания. Следующий вопрос. Какие есть новые эффективные методы лечения лимфомы Ходжкина? Если есть, то используются ли они в вашем отделении? Лимфома Ходжкина, только что я говорила, потенциально излечимое заболевание. Излечиваемость лимфомы Ходжкина достигает 80%. И эта излечиваемость, мы ее добиваемся проведением обычной химиотерапии, еще часто с последующей лучевой терапией. В последнее время развивается направление, называется иммунотерапия. Иммунотерапия лимфомы Ходжкина, эта терапия не является самостоятельным методом лечения, а добавляется к химиотерапии. Иммунохимиотерапия при лимфоме Ходжкина, которая только выявлена, первичная лимфома Ходжкина, назначается при 3-4 стадии, при распространенных стадиях заболевания, для того, чтобы повысить уровень излечиваемости. Потому что уровень излечиваемости лимфомы Ходжкина на 1-2 стадии заболевания составляет 90-95%. И это лечение хорошо известно, хорошо отработано и одинаковое во всем мире. У нас оно также проводится. Также у нас проводится иммунохимиотерапия в тех ситуациях, в которых она нужна. Если же развивается рецидив заболевания, к сожалению, такое тоже возможно. Тогда иммунохимиотерапия выходит на первый план. Мы ее можем использовать у пациентов с рецидивом. Единственное, что лечение рецидива все равно должно потом закрепляться в проведении высокодозовой химиотерапии. Все эти методы лечения проводятся у нас в отделении. Как правильно принимать витамин С и всегда ли его предъем безопасен для организма? Должна сказать, что прием витаминов во время болезни и лечения химиотерапии существовали в свое время определенные мифы о том, что витамины нельзя принимать онкопациентам. Сейчас уже совершенно доказано, что витамины можно принимать, и если они необходимы, вы можете их использовать. Витамин С вы будете принимать в дозе, например, 500 мг один раз в день каким-то курсовым лечением, если он необходим. Прием его будет безопасен, если этот курс не будет длительным. Если вы месяц попринимаете витамин С и прекратите, то передозировки не будет. Должна сказать, что можно добиться гипервитаминоза витамином С, и тогда прием витамина будет токсичен для внутренних органов. Не надо какими-то излишествами заниматься и принимать витамины в больших дозах. На лечение заболеваний не повлияет, но может ухудшить состояние организма. Следующий вопрос. Был ковид, назначили витамин D. У нее его необходимо в дальнейшем принимать при лечении основного заболевания? Неходшкинская лимфома. Я бы советовала сдать анализ крови для определения уровня витамина D. Если он понижен, то вы можете принимать витамины в дальнейшем. Если уровень витамина D нормальный, то не надо в дальнейшем продолжать его прием. Но однозначно лечению неходшкинской лимфомы прием витамина D не мешает. Следующий вопрос. Говорят, что существуют очищающие капельницы после химиотерапии, а они не выводят то полезное действие препарата, направленное на лимфому. Должна ответить на этот вопрос, что действие дезинтоксикационной терапии, вот этих специальных капельниц, совершенно безопасно в плане снижения действия химиопрепаратов, которые направлены на лимфому. Любой химиопрепарат имеет свой путь метаболизма, свой путь обмена в организме. И пока этот препарат не пройдет все этапы обмена, некоторые препараты выводятся печенью, почками, желудочно-кишечного тракта, желудочно-кишечным трактом, пока химиопрепарат не пройдет все этапы своего метаболизма в организме, вы его не вымоете никакими капельницами и никак его не выведете. А наоборот, капельница дезинтоксикационной терапии в виде капельниц поможет вам справиться потом с продуктами отработанными, с продуктами распада опухоли, с продуктами уже переработанных химиопрепаратов. Поэтому, как правило, дезинтоксикационная терапия полезна. И никоим образом не надо бояться, что мы снизим действие химиопрепаратов на лимфому. Появились мышечные спазмы после химиотерапии. Как от них избавиться? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы установить природу этих мышечных спазмов. Надо сдать анализ крови на определение уровня калия, магния, натрия, хлора и фосфора. Может быть, мышечные спазмы обусловлены нарушением электролитного баланса. Тогда будет полезен препарат, например, панангин, для того, чтобы было меньше спазмов. Если же уровень электролитов нормален, то необходимо обратиться к невропатологу. Вполне возможно, что судороги, мышечные спазмы обусловлены, опять-таки, нейротоксичностью, то есть токсичностью химиопрепаратов на нервную систему. Невропатолог поможет вам справиться с этой ситуацией. Следующий вопрос. Онкологическая боль должна лечиться или пациент должен ее терпеть? Хочу сказать, что ни в коем случае нет необходимости терпеть онкологическую боль, как и любую боль. Это такое мое убеждение искреннее. Боль ослабляет организм. Боль истощает организм. Пациент не может потом бороться с заболеванием и снижается эффективность химиотерапии. Боль дает осложнение на сердце. Сердце бьется быстрее и болит, потому что пациент страдает. Однозначно онкологическая боль должна лечиться, и пациент не должен страдать, и болеть не должно у него. Есть много путей снижения, уменьшения болевого синдрома, и всеми ими надо пользоваться. Не надо бояться применения наркотических анальгетиков. Никто не станет, пока у пациента есть боль, применение наркотических анальгетиков не вызовет привыкания, потому что наркотики назначаются не для получения удовольствия, а для того, чтобы купировалась боль. Никто не станет наркоманом, и при уменьшении боли наркотики можно будет отменить. Бояться их применения не надо. Боль однозначно должна лечиться. Следующий вопрос. До того, как диагностировали лимфому Ходжкина и Ходжкина применяла назначенные врачом-эндокринологом препараты, могут ли они взаимодействовать с препаратами химиотерапии? Это хороший вопрос, который задан вовремя в необходимой ситуации и всегда надо проконсультироваться с вашим врачом, который проводит вам лечение лимфомы Ходжкина по поводу взаимодействия препаратов. Должна сказать, что большинство препаратов, которые назначают эндокринологи, не противопоказаны при лечении лимфомы Ходжкина, но оценить их сам пациент не сможет. Возможные взаимодействия, вред или паузу. Всегда надо консультироваться с лечащим врачом. Может ли запор быть следствием приема препаратов для лечения боли? Да, действительно, достаточно большое количество обезболивающих препаратов, в том числе наркотические анальгетики, могут вызывать запоры, поэтому параллельно с приемом обезболивающих препаратов лучше применять препараты для улучшения моторики кишечника. Я бы изначально советовала начать прием таких простых препаратов, как метаклопромид. По инструкции вы посмотрите за 20 минут до еды, 3-4 раза в день. Если этого недостаточно, то тогда можно применять лактулозу или какие-то еще другие слабительные препараты, для того, чтобы запоры не развивались и с ними можно было справиться. Следующий вопрос, который мы рассмотрим. Существует ли общий план обследования после выписки с неходжкинской лимфомой или делать их нужно в зависимости от своего состояния, то есть они индивидуальны? Существуют общие рекомендации для наблюдения за пациентами, которые закончили лечение по поводу лимфомы. Это компьютерные томограммы раз в полгода, первый год и потом раз в году. Это контроль показателей анализа в крови общего и биохимического раз в три месяца. Но также этот общий план может быть адаптирован к нужным пациентам в зависимости от возраста пациента, сопутствующей патологии пациента, того, какая была лимфома и какое лечение проводилось. Если во время химиотерапии, во время лечения лимфомы были какие-то осложнения, то в зависимости от них проводят еще дополнительные исследования. Обследовать систему сердечно-сосудистую или неврологическую. Если в зависимости от уровня ответа, который был достигнут, можно назначать компьютерную томограмму раньше или позже. Или заменять компьютерную томограмму УЗИ. Это метод ультразвуковой диагностики, метод, который безвреден для организма, и его можно выполнять достаточно часто. Иногда возникает необходимость проведения ультразвукового исследования лимфоузлов или внутренних органов, органов брюшной полости раз в месяц. В любом случае нет такого железного плана, который был бы нерушим и единым для всех абсолютно пациентов. План общий есть, но он адаптируется под пациента, под его заболевания, осложнения и его нужды. Какие факторы помогают оставаться в ремиссии длительно, до полного излечения? Один из самых сложных вопросов, которые задают пациенты, к сожалению, мы не знаем, почему развивается заболевание. Не установлено наукой на настоящий момент, почему развилась лимфома или другое онкологическое заболевание. Поэтому мы и не знаем, что именно, чего мы должны избегать или что именно мы должны предпринимать для того, чтобы оставаться в ремиссии длительно, до полного излечения. Однозначно хочу сказать, что необходимо помогать организму здоровым образом жизни. Это полноценный сон, физическая активность, здоровое питание для того, чтобы не ослаблять организм, не давать нагрузку на иммунную систему, чтобы организм был в силе, в тонусе и мог справляться с заболеванием, с последствиями химиотерапии. Воздоровление возможно? Конечно, выздоровление возможно. Конечно, оно может быть, все зависит опять-таки от заболевания, от лечения. Если говорить в общем, конечно, наши пациенты выздоравливают, многие из них выздоравливают. Многие живут с заболеванием длительно, трудоспособны, активны и могут вести абсолютно нормальный образ жизни, несмотря на то, что они живут вместе с заболеванием. Были ли в вашем отделении пациенты, которым была отложена терапия из-за лечения COVID-инфекции? Как на толку? Не повлияла ли эта отсрочка на само лечение? Ведь врачи говорят, что результат лучше всего, если химиотерапия проводится в день-день, между химией. Да, конечно, лечение химии и лечение наших заболеваний, лимфопроферативных заболеваний, как и других онкологических заболеваний, является протокольным. Протокол — это комплекс мероприятий, которые проводятся по определенному плану и в определенное время. Такое общее название, да, общее определение того, что такое протокол. К сожалению, жизнь не вносит коррективы в наши протоколы. Мы уже два года живем в ситуации пандемии COVID-инфекции, которая, к сожалению, достаточно часто нарушает наши планы и наши протоколы. Ситуация бывает различной в зависимости от того, в какой момент лечения развилась COVID-инфекция. К сожалению, если пациент заболел COVID-инфекцией в начале заболевания, когда еще не достигнул стойкий ответ на терапию, то пациент может пострадать и в том плане, что заболевание будет прогрессировать и лечение будет недостаточно эффективным. Если же пройден уже существенный путь в лечении, достигнут ответ и перерыв, отсрочка в терапии не очень долгая, то какого-то нарушения в лечении в эффективности не будет. Поэтому я еще раз призываю всех вакцинироваться для того, чтобы COVID не вносил коррективы в наши планы. К сожалению, если лечение нарушено, то мы не можем до конца спрогнозировать его эффективность. Та статистика по ответу на терапию, которая имеется, это статистика лечения, которое проводилось в срок. Что будет, если проводить лечение не в срок, мы до конца не знаем. Предполагаем, что ситуация обратима и мы можем наверстать, потом и достигнуть нужного эффекта. Я бы советовала, настоятельно советовала не рисковать, а вакцинироваться. Вакцинироваться, если вы еще не вакцинированы в той ситуации, в которой существуете. Если лечение начато, все равно необходимо вакцинироваться. Пост-ковидный синдром. Есть ли медикаментозное лечение? Что вы посоветуете? К сожалению, пост-ковидный синдром сейчас является существенной проблемой для наших пациентов и не наших пациентов тоже, для людей, которые переболели ковидом. Страдают различные системы организма. Сердечно-сосудистая система, нервная система, желудочно-кишечный тракт. И необходимо, на мой взгляд, обращаться к специалистам по направлениям, по органам и системам, которые пострадали наибольше. Тут я не специалист в области лечения пост-ковидного синдрома. Мы занимаемся лечением лимфопролиферативных заболеваний. Благодарю всех, кто меня слышал. Продолжение следует...